Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский, номер 623 Назовите наибольшее и наименьшее шестизначное число, которое делится на Итак, шестизначное число Давайте для примера я запишу шестизначное число Вот трехзначное и еще 3 То есть получается 100 000 это, например, шестизначное число Итак, задание А. Число должно делиться на 2 Наибольшее нам нужно и наименьшее Итак, для начала нам нужно вспомнить признак делимости на 2 Если число оканчивается одной из цифр 0, 2, 4, 6, 8 То оно делится на 2 Итак, нужно назвать наибольшее число, которое заканчивается одной из этих цифр Понятно, что в этом случае мы возьмем 0 Да, потому что оно, а, наибольшее Это я сейчас говорю про наименьшее Наименьшее, наибольшее, конечно, заканчивается наибольшей нашей цифрой Это 8 в этом ряду Да, то есть это будет 9, 9 То есть все могут быть девятки Да, 5 девяток Но последнее будет восьмерка Вот, наименьшее число у нас вообще, в принципе, из шестизначных Давайте запишем Наименьшее это 100 000 А самое большое это 999 999 Да, вот это наибольшее Наименьшее и наибольшее И вот теперь из этого отрезка мы будем выбирать Давайте здесь ТР поставим Из этих чисел мы будем выбирать наши наибольшее и наименьшее Итак, наибольшее число, которое делилось бы на 2, мы с вами выбрали Теперь берем наименьшее То есть, ну, меньше, чем 100 000 нам взять нельзя Понятно, что оно должно заканчиваться на 0, чтобы быть наименьшим Но я думаю, что вот это, которое у нас есть Это и есть самое наименьшее число, которое будет делиться на 2 Меньше просто не существует, иначе оно уже не будет шестизначным Вот, так, берем дальше задание Б Значит, число, которое делится на 3 Признак делимости на 3 Если сумма цифр числа делится на 3 То есть, само число делится на 3 Ну, давайте брать Если вот начиная с 100 000 Понятно, сумма цифр у него будет просто 1 Чтобы число делилось на 3 Нужно минимум, чтобы мы с вами получили сумму 3 Да, и 3 будет делиться на 3 То есть, нам нужно еще добавить где-то 2 единички Допустим Или двоечку Ну, я думаю, что лучше всего, наверное, будет двоечка Берем 100 000 Это я сейчас про наименьшее говорю 100 000 Так, мне захотелось вначале наименьшее взять И, допустим, добавляем в конце 2 Если посмотрим сумма цифр Это 1 плюс 0, 0, 0 и плюс 2 Получается 3 Да, 3 делится на 3 Вот То есть, 1 плюс 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0 и плюс 2 Давайте я запишу Это будет 3 3 у нас делится на 3 То есть, это число наименьшее, которое делится на 3 Потому что, если мы возьмем, допустим, просто 2 единички То это будет уже число 100 011 Это больше, чем 100 002 Да, то есть, это будет наименьшее А какое же будет наибольшее? То есть, в любом случае, все должны быть здесь девятки 4, 5 5 девяток умножить 5 умножить на 9 Это будет 45 Ну, естественно, это делится на 3 И если мы возьмем девятку То это число 6 на 9 Получается 54 Оно, естественно, делится на 3 Поэтому наибольшим числом будет 999999 Число наибольшее, которое делится на 3 Дальше переходим к заданию В Значит, наибольшее и наименьшее число, которое делится на 5 Признак делимости числа на 5 Если число оканчивается одной из цифр 0 или 5, то оно делится на 5 Итак, берем, давайте начнем с наименьшего То есть, число должно заканчиваться на 0 Опять-таки, это просто наши 100 000 Это наименьшее шестизначное число, которое заканчивается на 0 Теперь нам нужно наибольшее шестизначное число И оно должно заканчиваться на 5 Значит, мы возьмем все девятки 5 девяток и в конце пятерочку То есть, 99999995 С делением на 5 все легко Так, дальше задание Г Значит, числа должны делиться на 9 Признак делимости на 9 Если сумма цифр делится на 9, то и само число делится на 9 Итак, давайте брать Если наименьшее, то у нас будет 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0, да? 4 нолика И чтобы делилась сумма на 9, нам нужно добавить еще восьмерку Получится 9, 9 делится на 9 То есть, наименьшее число будет 100008 Это будет наименьшее число шестизначное, которое делится на 9 Теперь мы берем наибольшее число Оно тоже должно делиться на 9 Но я здесь даже не буду расписывать, что сумма цифр должна делиться на 9 Если мы возьмем все девятки, вот как у нас здесь, вот наше наибольшее число Понятно, что сумма цифр его, 54, оно будет делиться на 9 Поэтому я даже этого не буду записывать Я думаю, вы это уже поняли, да? И осталось последнее задание, задание Д Числа, которые должны делиться на 10 Вспомним также признак делимости на 10 Если число оканчивается цифрой 0, то оно делится на 10 То есть, наибольшее и наименьшее число должны заканчиваться цифрой 0 Ну, вы уже догадались, что наименьшее число это снова наше 10 тысяч А наименьшее число это 10 тысяч А наибольшее мы ставим все девятки, а в конце ставим 0 То есть, 999 990 это будет наибольшим числом шестизначным, которое делится на 10 Вот и все, на этом задание мы с вами решили Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал Если остались какие-то вопросы, задавайте комментарии к этому видео И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях Спасибо за внимание, до встречи в следующем видео До новых встреч!